2020 год объявлен в Казахстане годом волонтёра. Добровольная помощь нуждающимся имеет уже продолжительную историю в Экибастузе. В городе функционирует поисково-гуманитарный отряд «Легион-14». Организация занимается поиском пропавших без вести, посильной помощью малоимущим и оставшимся без определённого места жительства. На сегодняшний день в состав входят около 100 волонтёров. «Занимаемся мы тем, что помогаем людям с многодетных семей, малоимущих семей, дети-инвалиды. Вот недавно была акция «Стать волшебником просто» на Новый год. Поздравили 207 деток. В общем, сделали ёлку им. Кто-то смог прийти на ёлку, кого-то по домам поздравляли, ездили, участвовали волонтёры. Все из гуманитарии, из поисковиков. Очень много людей из города подключилось. Мы просили помощи у людей, спонсоры находились, которые покупали подарки». Своими силами ребята арендуют офис, где в свободное от основной работы время они собираются, чтобы обсудить дальнейший план действий. «По пропавшему без вести он потерялся у нас в ноябре 2019 года. Конкретно дату они сами подсказать не могут. Были моменты, что он уходил из дома, но возвращался. Рост 175-178, худощавый телосложение, карий ваза. Приходьтесь с улицы. Есть такие вероятности, что он находился. Ходил возле достыка района Ломоносова. Так что, коллеги, давайте больше внимания на эти районы и будем обходить полностью». Как признаются добровольцы, за долгие дни поисков пропавшие без вести будто становятся родными. Переживания за их судьбу сравнимы с волнением за своих близких. Сообща, волонтеры прочесывают местность, не пропуская ни одного колодца и подвала, заезжая на дачный массив. «На протяжении года я занимаюсь волонтерством. Пришла к этому, потому что хочется помогать добрыми делами, искать людей, помогать деткам брошенным. У нас очень много брошенных деток. Посещаем больницы, пожилых людей посещаем. Мы работаем на добровольной основе. У нас нет зарплаты, у нас нет нормированной графики, у нас у всех практически есть основная работа. Кто хочет, тот приходит. Искали девушку на протяжении двух недель. Это были, наверное, для нас самые тяжелые поиски, потому что мы не спали, у нас не было уже в конце ни сил, но мы как бы все равно искали ее. Вот две недели – это были для нас самые тяжелые. И когда мы нашли, уже тело, сотрудники нашли уже, когда сообщили, ну это было очень тяжело. Что ищешь, что в надежде на то, что ты найдешь человека живым». Как уже было отмечено, организация покрывает все необходимые расходы собственными силами. Однако не всегда есть возможность приобрести все необходимое для подопечных семей и для проведения поисковых работ. «Волонтеры – это люди, которые работают просто за идею. То есть никакой зарплаты нет. Если на какие-то гуманитарные вещи, то есть там семья появилась, которую надо снабдить продуктами и вещами, мы обращаемся к людям, либо сами своими силами собираем деньги. Очень нуждаемся в таком инвентаре, как фонарики нам нужны, перчатки, потому что во время поисков с этим проблема. Большое количество людей, очень мало фонариков, рации нужны. У нас всего 4 рации на 47 человек. Это очень мало. Ищем спонсоров всячески. Люди помогают. Кто-то там 500 ингет, допустим, на бензин тот же закидывает. Мы за свои деньги распечатываем листовки, заправляем машины, которые выезжают на поиски в регионы, Майкаин, Солнечный. В общем, везде и всюду участвуем. Очень нуждаемся в людях. Нам нужны люди, добровольцы. Чтобы стать частью сплочённой команды, можно написать сообщение в социальной сети Инстаграм на страницу поисково-гуманитарного отряда «Легион». Либо обратиться по адресу Ауэзова, 38, второй подъезд, офис 16-Б.